И зовет к спокаяниям всех. И мы это проповедуем. Если у вас будет желание продолжить беседу, потому что вы внезапно уходите. Вы два слова себе запишите, я дам ключ, как меня найти. Давайте два слова записи. Игнатий Лапкин. Это я. Игнатий? Игнатий Лапкин. Не нашел. В скайпе вы меня найдете, в скайпе. Я один с этой фамилией. В скайпе. А если в ютубе зайдете, то канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Запишите. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Канал «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Так, 43 тысячи подписчиков. Молодец какой. И 43 миллиона просмотров. Нашел. Ну вот так. Вам будет очень интересно. Если вы зарядите... А вы сейчас рулетку снимаете? У нас все снято. Теперь смотрите. Если вам нужен будет сайт, сайт, то через гугл найдите. Тоже «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Там вы видите мои 41 книга мои напечатанные. Как его занятия в университетах. Какая миссионерская поездка из Барнаула до Владивостока, до Лиссабона. Прибалтика, Скандинавия. Где мы в 650 библиотек дал я полный комплект книг. 38. Ну, очень классический человек. Как деревню строим мы православную. Как я был начальник детского лагеря. 45 лет. Без помощи государства. Вам будет все интересно. Очень недовольные враги. На меня, против меня, где-то 220 роликов в интернете выставлено. Они там слепляют голову, там разное придумывают. Ну, делать-то нечего. А у нас работа. Нам некогда глупостями заниматься. Я вот, когда показываю Библию, а тут процентов 85 читают рулетки. Это мусульмане. А я мусульманин. Я говорю, ты не будешь спорить, что ты человек? Конечно. Я говорю, тогда считай внимательно. Вот в этой книге вы узнаете, что вам запрещено сквернословить, блудить, наркотики принимать. А вы сидите, дети, малые дети матерятся у вас. А вот зарядите сайт. Сайт во свете Библии Игнатия Лапкина. Через Google. Посмотрите. Там сокровища. Там 50 книг моим голосом начитаны. Фильмы, она снятая, государственная. Там я отвечаю на 4124 вопроса. 55 папок. Работа, политика, жизнь, будущее. Вам будет очень интересно. Это Господь позволил мне оставить сокровища такие людям. На сколько вам лет есть секрет? Нашли, нет? Да, нашел. Сайт. И справа видно, там папки стоят. 55 папок. Да. Там написано, если вы ткнете, откроются одни вопросы. Изберите ваш вопрос интересующийся. Снова ткнете, и откроется ответ. Сейчас у меня вот это все. С двух сторон люди. Первые там бесы. Б. И последняя церковь. Работают люди. Каждый вопрос отдельным файлом. Я уже посмотрел. И в этом ютубе уже видно, что я выставляю про церковь. И про волшебство. Это студенты мне задавали вопросы, как я в пяти университетах вел занятия. 13 школ, 3 радиопрограммы регулярно. И накопилось 4124 вопроса и ответа. Понял. Я не ошибусь, скажу, что вы не курите. Не курю. Я увижу у вас светлые глаза. А то я так не разговариваю. Шальные после похмелья. А я и не пью. И не пьете. Но я вижу у вас лоб и глаза чистые. Я работаю с людьми. И мне очень хорошо тип людей разных известен. У меня все люди разбиты на 24 категории. С какой и как беседовать. Это в третьем томе у меня. В четвертом. Книги называются «Открытым оком». 33 тома. Каждый том 752 страницы. Понятно. Если будет у вас желание встретиться, по скайпу меня найдете сразу же. Игнатий Лапкин. Все. Ну, напомните, что были мы в «Чатрулетке». Потому что у меня... Я вот начинаю работать в интернете с двух часов ночи. Еще двух нету. Не, у меня уже 5 утра. Как говорите? У меня уже 5 утра идет. Ну, а у нас сейчас 8 часов 53 минуты. Барнаул. У вас вопросы есть какие-нибудь духовные о душе, о вечности, о будущем мира? Нет, нет. Ну, конечно, интересно узнать, что будет в будущем. В будущем. Коротко, слушайте внимательно. Вот сейчас, что биометрия это все дойдет. Людям будут, видимо, чипы ставить везде всем. Паспортов не будет. Ну, уже сейчас чип не больше рисового зернышка. И печать будет стоять на лбу или на правой руке. И там будет знак, включающий цифру 666. Что интересно, сегодня выявлено, везде, где штрих ход, 666 уже есть. Дальше. Будет одно государство на всем мире. Одно. И столицей мира будет Иерусалим. И там будет храм восстановлен, третий. Там большая-большая битва будет. Армагеддон. В общей сложности погибнет до 200 миллионов людей. А всего на земле погибнет 2,5 миллиарда. Москва сгорит в один час. Это откровение 17-18. Не то, что я желаю, но так написано. И будет над всем миром один правитель, царь, еврей. Уже евреи сегодня захватили всю печать. Все золото, все банки, вся пресса. Все в их руках. Это любой видит. Знают. И вот он будет царствовать над всем миром 42 месяца. Или 3,5 года. И придет Христос и убьет его духом у своих. Мировая история закончилась. О чем писал Лермонтов. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судья он ждет. Он недоступен звону златой. И мысли, и дела он знает наперед. Вот это придет. Все воскреснут до одного человека. Они налево. Это козлы пойдут в ад. Направо овцы пойдут с Христом в рай. Каждый человек увидит себя, кто он был во свете Библии. Об этом говорит Христос. 12 глава, 48 стих Евангелия Теана. Я не сужу вас. Слово, которое я говорил, оно будет судить вас в последний день. Поэтому Библию надо знать. Вот я 57 лет изучаю, держу и занимаюсь, проповедую. Это еще неизвестно, в каком именно году это все будет? Что еще? Это неизвестно, в каком именно году будет, что вы рассказывали. Более раздельно. Скажите, что-то интернет прям заглушает слова. Раздельно. А вы не знаете, в каком именно году это все будет? Никто не знает. Но признаки, допустим, мне 81-й год, а вам сколько? 14. Ну, представьте, любой на нас глянет и скажет, вот этот человек умрет раньше. Теоретически. Ну, что? Значит, ослаблен слух, ослаблено зрение, в коленках хрустит, пища не так перерабатывает. То есть признаки видны уже. Ну, 81-й год, что спрашивать-то? Так и мир придет к этому. Дети будут непослушны родителям, люди будут неблагодарны. Это послание к римлянам перечисляет, какие будут люди, какие будут идеи. И последний лозунг будет такой – мир и безопасность. Потому что некому, врагов нету, одно государство. Когда скажут мир и безопасность, внезапно придет пагуба, как мука постигает женщину, имеющую в очреве. И не избегнут. И тогда самые сильные люди побегут. Горы, скройте нас от лица Всевышнего. Господь идет на облаках. Мертвые воскресают все. Начинается суд Божий. События перед этим. Мы сейчас видим вот это. Глобализация. Вот ЕСЭ, это все войти в это надо. Вот это разные религии. Только в Америке, только в христианстве 21 тысяча разных ересей, которые называют динаминацией конфессии. Но когда он воцарится, то уже можно отсчет делать. Ровно 42 месяца. Но когда он воцарится, когда произносит себя царем, или когда власть подберет к себе, мы не знаем. Но сегодня тогда будет написано «не продать и не купить». Конечно, не башмаки. Речь идет о пище. И многие мусульмане сразу примут его, потому что он обрезан. У них там очень все сходное будет. А в некоторые христиане не пойдут. Три слова Владимира Сергеевича Соловьева об Антихристе. Неисповедующий Христа, пришедшего во плоти. А мы его исповедуем, что он пришел, Сын Божий, через Деву Марию воплотился. Бог в Троице святой. Христос, Второй Ристо Троице. Он не человек, не только человек, но Бога человек. Сайт открылся, вы его сохраните. Когда там написано «звук», там видео, когда вы зайдете, вы ахнете, какая работа проделана. Ну и звук ее, так нажал. Вот зайдите там, и когда будет там «Житие святых», вы найдите там «Житие святых», вы их ткнете. Откроется программа «365 дней». Это там тысячу, триста, кажется, шестьдесят одна биография. Ее продолжительность о чем, в каком веке. Это все начитано в аудио, моим голосом. Я уже посмотрел, посмотрел. Златоуз, Библия, Архипелаг, ГУЛАГ там начитан. А в Архипелаг, ГУЛАГ, просто зарядите в интернете. Игнатий Лапкин, Аудио, Архипелаг, ГУЛАГ. И сразу выйдет. К слову сказать, могу посоветовать один ролик посмотреть. Он маленький, 12, не наш, не мой. Называется «Интервью с дьяволом». Интервью? Интервью с дьяволом. В лесу дьявол дает интервью, сидят в креслах. Ну-ка, зарядите. Это в Ютубе смотрите? Да, в Ютубе. Интервью с дьяволом. Это не мой. Это не я. И прям дьявол сидит. А как она называется? Не покажете? Только что вы увидели там иногда другие называются. Но видно, что лес. В лесу. Деревья. А, на кресле таком коричневом сидят. Как говорите? На кресле коричневом, да? Да, но в креслах сидят. Мы поговорим. Вы зайдите и посмотрите. Он дьявола спрашивает. А кто ты? Откуда? Он говорит. Я занимал большую должность. Он не говорит, что на небе. Я проводил кампанию. Ну, политика, вы знаете. Но я нарушил все правила. И вот я здесь. То есть его Бог сбросил на землю. Война была на небе. Он говорит. И надо понимать, о чем говорит. Интересно. Он из кармана достает сигару. Вот так вот откусывает ее. Тьфу. Плюнул. А журналист говорит. Вы курите? Он захохотал и говорит. Вы спрашиваете того, кто это изобрел? Я был в Угрии просто. Нашли уже? Нет? Да, да, да. Вот. Потом посмотрите. Так. Если вопросов нет, будем расставаться. Ну, а то. До свидания. Так, храни Господь вас. Как вас звать? Илья. Илья? Илюша, слушай внимательно. Илья означает по-русски, в переводе на русский язык, с еврейского. Это еврейское имя. Бог моя крепость. У тебя имя пророка самого великого. Да, он и бабушка рассказывал. Бог моя крепость. Ильин день 2 августа. Память его. Так что. Да. Вот какое дело, Илюша. А Михаил называется никто, как Бог. Ну, все тогда. Илья, со именой пророку. Прощайте. Храни вас Господь. И по скайпу меня находите. Там я скину все ресурсы. Отвечу на ваши вопросы. Вы увидите, как у нас в прошлое воскресенье было благососчитание. У нас ни одного развода нет. А в стране 85%. Поэтому вы увидите, какие у нас девушки, какие ребята, как одеты. Это у вас 13 секунд? Ну, я скину вам какое время ко мне заходить. С четырех ночи до четырех дня по Москве. Как у нас занятия идут в скайпе три раза в неделю. Собрание. Вы будете участник всего. Это собрание, занятие по православию? Нет. Вот мы отмолились в храме, а потом выходим в трапезную. И у нас собрание. За неделю кто заболел, кому помочь надо, кому-то продукты отправить. То есть, увидите, мы решаем дела. Мы как одна семья. У нас никто не покинутый. Мы знаем нужды всех людей наших. Так. Ну все, отпускай меня. Ну все, до свидания. До свидания. С Богом. Да сохранит вас Господь для царствия своего. Аллилуйя.